Добро пожаловать, мои хорошие, на игровой канал. Меня зовут Алексей, а сегодня видео у нас не игра, а техническая демо. Дело в том, что недавно вышла Unreal Engine 5.1 версия движка, и сегодня в демо мы побегаем, посмотрим, что и когда почему. По большей части видео разговорное, буду рассказывать о разных версиях Unreal Engine, и, в общем, надеюсь, это видео будет для вас интересным. А так иначе, вишенка на торте в том, что для запуска данной демо-версии, технической демо-версии, нужно, как минимум, RTX 2080. А что говорит о том, что нас ждет запердельная графика, но давайте уже пощупаем, побегаем по лесу. Две версии, летняя и зимняя, но, как говорится, лучше один раз увидеть. Наше приключение начинается, и уже можно заметить обалденный графон. Сверху справа я специально врубил счетчик FPS, чтобы вам было видно, это боль и унижение, но так иначе давайте уже немного побегаем. Разумеется, если, скажем так, вы не особо заморачиваетесь с версиями Unreal Engine движка, то, возможно, вам покажется, ну и какого хера, в Ведьмаке такое же, да, там, или в игре The Forest. Но так иначе вы, как я думаю, можете заметить, просто куча растительности, это все в режиме реального времени, но FPS оставляет желать лучшего. В плане, в общем, качество у меня стоит на высоком, на максимальное я поставить не могу, иначе FPS будет совсем не презентабельный. При этом у меня не 4К, а Full HD, вы должны понимать, насколько требовательна эта херня. Так иначе, как я обещал, давайте немного поразговариваем за Unreal Engine, записываю по ночам, поэтому заговариваюсь. В общем, так иначе, я думаю, вы слышали про технологию NANIT, а также LUMEN. Так иначе, технология NANIT позволяет, в общем, чем дальше персонажи, тем модель разных объектов становится хуже. Чем это, скажем так, обусловлено? В общем, раньше, получается, до версии Unreal Engine 5 движка, разработчики должны были создавать разного качества модели. Допустим, ты делаешь дом в максимальном качестве, чем он дальше становится, ты сам руками должен понижать полигоны у моделей. Потом запекать это все в движок, то NANIT позволяет это делать автоматом. Ты просто делаешь красивый дом, и они уже сами подстраивают под расстояние вашего персонажа. То есть, чем дальше, тем полигонов на доме будет меньше. В общем, ну и также технология LUMEN позволяет делать глобальное освещение в режиме реального времени, чтобы, там, не знаю, у вас, допустим, свет падает на стену, от стену отражается и так далее. Так вот, версия 5.1 движок, которая здесь представлена, она исправляет. NANIT не работали с деревьями, вот, с листвой. Они это исправили в версии 5.1, и также они на ней... А, подожди, LUMEN не работала с разными стеклянными объектами, и в версии 5.1 они тоже это поправили. Ну, дорого-богато, как по мне, можно даже посмотреть на солнце, разные блики, хирики, можно подойти в упор, заметить также красивую листву, местами даже видно текстуры, если подойти ближе. Но, так иначе, граф... Фу, я серьезно немного заговариваю, вся графика очень красивая. То есть, даже смотришь вдаль, если дорого-богато, NANIT и делают свое дело. То есть, получается, даже объекты, которые находятся вдали, тебе они, кажется, они высокопоголеб... Пивос Questioning Анальный короче maidy да� уж если говорить про анал то это наша фпс в данном демо можно кстати сделать вид от третьего лица это наша персонаж но я I особо Eating заморачиваться с нашим персонажем давайте лучший вид от первого лица И давайте ребята я немного помолчу чтобы вы послушали лес мне мой триньдёж и понаслаждались обстановкой возможно вам это понравится В общем, ASMR или как она называется. Поехали. Давайте продолжаем. Я продолжаю свой трендеж. Особо здесь ничего поделать не можем. Опять же, ни в задании, ни, не знаю, там, персонажей. То есть, получается, наша задача просто побегать, заценить графон. Вот, и, не знаю, давайте доберемся до конца леса. Там я вижу вдали горы. И, ну, ребят, дорого-богато. Опять же, если добавить сюда, не знаю, там, те же самые здания персонажей из Ведьмака, то компьютер скажет, Вася, давай, до свидания. Потому что даже банально листва очень все, скажем так, по ФПСу плохо. Вот, поэтому, если добавить сюда еще персонажей из здания и прочую херню, будет. Дальше пройти не можем. В общем, локация заканчивается. Я не знаю, в плане габаритов, насколько она большая. Давайте, может, не будем задерживаться. А также у нас есть зимняя версия данного леса. И, опять же, дорого-богато, да? Не знаю, если мне кажется, врубить тот же самый Ведьмак, лес в Ведьмаке, на максимум, то также будет не хуже. Но, опять же, нужно понимать, что в плане техническом, лес в Ведьмаке создавать куда тяжелее. Потому что нужно, опять же, работать со светом. Очень много делается вручную. Опять же, те же модели, которые делаются вручную, в зависимости от расстояния, график становится хуже. Это все делается руками. И, в общем, версия Unreal Engine 5 позволяет разработчикам делать куда быстрее. Тут, получается, игры будут выходить быстрее, затрат на них будет меньше. Ну и, соответственно, стоимость проектов будет меньше. Потому что они сделаны за куда меньше времени. В общем, меньше времени, меньше сил потрачено. Так иначе, ребят, давайте мой балдеж базар-вокзал заканчивать. И уже зимняя локация. Буря мглой небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверя назоводит, то заплачет, как дитя. У нас уже, ребята, появляется фонарик. Можем побегать по зимнему лесу. И даже зимой, как по мне, он получше, не знаю. Ну, как получше. Просто я люблю зиму, поэтому, разумеется, буду продолжать за нее отопить. Давайте продолжать бегать. Солнца особо не так уж и много, поэтому освещение, в общем, оставляют желать лучшего. Но, опять же, можем воспользоваться нашим фонариком. Вот, давайте побегаем по зимнему лесу. Очень хорошо, что нету противника. Потому что, как часто бывает, набегают какие-то зомби, мутанты и прочая херня. Здесь, разумеется, такого нету. Наша персонажа сам похож на зомбаря какого-то, инопланетянина. Поэтому, в общем, нам ли переживать? Фух, да уж, весело. Вы мне скажете, типа, Леха, нахера этот Unreal Engine 5, если такие большие требования? Разумеется, ребят, это техно-демо, ничего не оптимизировано. Разработчики, создавая проекты, будут делать так же оптимизацию, чтобы это было все дорого-богато, при этом более-менее играбельно. Потому что, разумеется, если, там, не знаю, создавать все проекты на Unreal Engine 5, чтобы требования были запердельные, такую себе увлечение, там, будет буквально, там, не знаю, 3% аудитории, которые смогут просто побегать на минималках, да? Вот, разумеется, это все будет оптимизироваться, добавляться. Но нужно учитывать то, что сама версия движка позволяет создавать очень красиво, при этом по времени и по силам менее затратно. Что, как позволяет, опять же, создавать проекты быстрее, дешевле, при этом не теряя в плане графики. Так иначе, продолжаем бегать по зимнему лесу, ни зверушек, ни кого нету, но так иначе зимний лес немного пугает, и я опасаюсь банально каких-то волков и прочих товарей, которые могут на нас напасть. Ого, страшно. Я даже особо не заморачиваюсь и не бегаю с фонариком, потому что, не знаю, такое белое пятно, как по мне, лучше побегать просто по лесу, погрузиться в его атмосферу. И давайте я-то по традиции немного помолчу, понаслаждаемся атмосферой, и на монтаже я сделаю звук погромче, чтобы АСМР там все такое. Давайте, мои хорошие видео, уже заканчивать. Если вам интересна данная тема, можете в ютубе вбить там, что нового, Unreal Engine 5, что нового, Unreal Engine 5.1. Там все очень доступно, на примерах показано. Обалденные видео, просто, быстро, скажем так, простым языком, потому что я сам не разработчик, и мне хотелось бы увидеть, скажем так, на примерах, самое простое, что данные движки делают. Точнее, движок, да, его разные вариации, разные версии. В общем, в ютубе полно видео, где есть с озвучкой, с примерами, все очень просто, доступно. Поэтому, в общем, если вам интересно, можете спокойно также посмотреть и быть в курсе новых технологий, тем более, что новые AAA-проекты тотально будут делаться на Unreal Engine 5. Это не просто мои выдумки, да, это уже есть список тех проектов, которые заявлены на данном версии движка. Так иначе, если видео понравилось, жмакайте большой палец вверх. Я желаю вам, разумеется, всего хорошего. Не забывайте подписываться на канал, писать ваши комментарии, даже если вы меня хотите поругать, ничего страшного нету. Вот, всего хорошего, еще раз позитива, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok